Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих подписчиков, друзей и земляков, я хочу вам предложить вот такую мушку. Как видите, она настолько уже микро-микро, что мои объяснения о том, что ее будет сложно извлекать из рыбы, да и непонятно на какую рыбу рассчитана, это только летом, попросили изготовить для зимней рыбалки. Крючок мне попался, самый вот маленький, это вот такой овнер. Очередной раз я вам объясню, опять же, по поводу крючков. Давайте приступим. Как я уже объяснял неоднократно по поводу крючков, как вы видите, если соизмерять с той мушкой или, допустим, с этим крючком, у них есть несоответствие. Поэтому у разных фирм вроде бы и номера подходят, а на самом деле они или могут быть несколько больше, или чуть-чуть меньше по тем размерам, которые, допустим, мы привыкли вязать на крючках гамакатсу. Особенность вязания этой мушки заключается в том, что здесь необходимо использовать как можно мельче материалы. Я совсем капелечку нанесу клея, потому что нитка у нас будет достаточно тонкая, насколько это возможно. Закрепим нашу нить пару буквально витков, так, чтобы она только наживилась у нас на цевье. Остаток я отрезаю. И здесь же я буду крепить материал, которым буду изготавливать тело. В качестве материала, из которого я буду изготавливать тело, если вот вам будет видно, это вот такой плоский голографический люрекс. И если камера передаст, здесь есть вот такая нитка. Вот так вот, ее желательно сразу нам вот так удалять, для того, чтобы у нас не было неровностей при изготовлении нашей мушки. Оставить саму только лишь вот так одну пленку. Закрепим пленочку. Все это у нас одним словом полиэтилен, который также обладает статикой. И желательно следить за тем, чтобы не было мелких ворсиночек, которые он сам по себе притягивает. И теперь нам необходимо совсем немножечко, так как мы ничем не сможем с вами больше нашу нимфочку закрепить, нанести клей на цевье и самой вот этой пленочкой аккуратно до загиба, а потом обратно изготовить тело. Сегментировать у нас, к сожалению, ничем не получится, поэтому только лишь мы нашей пленкой сможем создать какую-то конусность или иллюзию нашего тела. Лак, клей и всевозможные другие материалы, как говорится здесь, нежелательно использовать. И аккуратно теперь возвращаемся обратно. Стараемся не перетянуть уже наш люрекс, чтобы он не растянулся. Движемся теперь к месту крепления нашей нитки. Подходим к месту крепления и здесь уже аккуратно, без лишних буквально оборотов, пара-тройка оборотов для того, чтобы закрепить наш люрекс. Остатки удаляем. Самое главное – это то, из чего изготовить опушку. Я, к сожалению, только лишь нашел вот такое перышко. Это из скальпа крашеного Себрайта. Желательно вот такие перышки, которые на микромушке используются, брать с шеи. Там находится уже самая шея, голова, там находятся уже самые-самые мелкие перья, какие только мы можем себе представить. Используя пинцет или зажим, вот так отводим все бородки. Как вы видите, вполне достаточно нам для опушки. Подготовим перо. Я его слегка вот так увлажняю, чтобы мне было удобнее его закрепить. И, естественно, я сразу стараюсь убрать вот так излишки пера, чтобы можно было закрепить. Если у вас, как я уже объяснял в фильме, изготовление нитки, по каким-либо причинам нет, такой тонкой, можно попытаться из тесьмы, которую я вам уже показывал, как изготовить, или же попытаться из женских колгот извлечь нитку. Как вы видите, трудно работать на такой величине. Но закрепили мы наше перышко. И теперь возьмем перодержатель, так как руками нам будет крайне сложно держать. Не забываем при вязании за то, что перышко у нас не просто нежное, а очень нежное, чтобы мы его с вами не оторвали. И буквально посмотрите сами по количеству бородок своего пера. Буквально выполним 2-3 оборота, чтобы создать опушку. Сама по себе мушка, вы сами понимаете, выполнить какую-либо огрузку здесь затруднительно. Поэтому она у нас будет работать в паре с кем-то. Или с нимфой, или же с огруженной мормышкой. Вот у нас вышло с вами 2 оборота. Я перевожу перо вверх. И теперь аккуратно-аккуратно увожу все-все-все бородочки, какие только у меня могут попасть под нитку, так как будет неудобно их нам потом удалять. И буквально под действием нашей бобины, ее весом, закрепим перо и остатки отрежем. Насколько мне позволила толщина моей нитки, я нанес буквально пару капелек, микрокапель на ниточку, и с помощью уже клея я выполнил завершающий узел. И как вы видите, вот такая вот мушка, которая при начальных забросах летом, допустим, она очень хорошо работает по уклеечке. А зимой я не знаю, какую мелочь можно собирать. Ну, попробуйте, потом мне напишите. Вот и все, друзья мои. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...